Сегодня я решил часть своего дня провести именно так. То есть выйти, поработать на террасе, днёчки на шезлонги полежать, поработать. Практически как на курорте проводит свой рабочий день Евгений Дылевский. Тем более, что климат в эти июньские дни и правда тропический. Столбики термометров нагрелись до рекордных 34 градусов. Чтобы не растерять рабочий настрой в такой экстремальной зной, в столичных офисах используют свои освежающие лайфхаки. Прекрасно понимаем, что люди проводят в офисе большую часть дня, пять дней в неделю, в том числе в летний период. Поэтому у нас будут налажены поставки мороженого на кухню. Это тоже дополнительный приятный летний бонус. Кроме того, у нас есть холодильники с напитками, которые регулярно пополняются. А у столичных акватории оживлённо с самого утра. И здесь у каждого свои рецепты, как спастись от летнего зноя. По заветам деда. Вот всегда у меня в детстве наливал холодный квас собственного. Вот, поэтому так и списаемся. На самом деле долго ждали жары, хорошего лета, поэтому только радуемся. Есть огромное количество рекомендаций, как пережить жару. Это, например, выбирать одежду светлых оттенков, свободного кроя, носить головной убор. Но главное, конечно, это соблюдать питьевой режим. У вас уже есть одна водичка? Ну, возьмите ещё одну. Спасибо. Поддерживать водный баланс минчанам на этой неделе помогали сотрудники ГАИ и Красного Креста. Одна из столичных компаний полезную H2O раздавала у станции метро. Некоторые не знают, что лучше в такую жару спасаться именно водичкой, а не сладкими газированными напитками. Вот мы решили выйти и просто угостить минчан чистой природной питьевой водичкой. От жары в эти дни изнывают не только люди, но и растения. Чтобы обеспечить необходимый полив, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. В обычные дни в Минске задействовано около 40 специальных машин. С учётом погоды количество поливочной техники увеличилось вдвое. Все работы ведутся в круглосуточном режиме. Стараемся больше поливать ночью, потому что днём сильно жарко, цветы поливать вообще нельзя. Вот поливаются цветы с утра ещё с шести первая смена поливает, ну часов до десяти, пока нет основной жары. Потом они переходят уже поливать деревья, кусты, что под корневую систему можно поливать. За ночь я выливаю где-то три бочки, это 18 тонн воды. К слову, всем горожанам предлагают присоединиться к поливу цветов, деревьев и кустов. На портале «Зелёный двор вместе» в разделе «Сохранить то, что посадили» можно найти памятку, как ухаживать за зелёными насаждениями в летний зной. Наталья Кузьминская, Виктор Борисов. Они бывало жарком июне в твоём городе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова